Здравствуйте, уважаемые товарищи! Оренбургское отделение КПРФ полностью поддерживает идею Геннадия Андреевича Зюганова о том, что для победы требуется объединение широкого круга народно-патриотических и левых сил, создание реально мощного объединения людей и политических сил, поддерживающих необходимость смены политического курса в России. Практика последних лет показывает, что КПРФ становится такой объединяющей силой. В Оренбургской области это тоже заметно. У нас был высокий результат на президентских выборах 2018 года, за нашего кандидата проголосовало почти четверть избирателей на губернатских выборах 2019 года, существенно увеличили количество мандатов по области и почти удвоили результат поддержки в городе Оренбурге на выборах в 2020 году. Очень смешно в связи с этим читать СМИ, особенно последние дни, что от нас отворачиваются люди. Они к нам не просто поворачиваются, они горячо поддерживают коммунистов. Все это доказывает, что только КПРФ и никто другой является главной объединяющей силой. Причем не только для людей левых взглядов, но и вообще для всех, кто недоволен политикой действующей власти. Почему нам готовы доверять? Во-первых, КПРФ это наша марксистско-ленинская идеология, в которой есть ответы на любые вопросы. Во-вторых, КПРФ всегда имеет собственную принципиальную позицию по важным вопросам и придерживается ее. Ставя во главу угла интересы простых людей, как это было в случае с пенсионной реформой, с голосованием по Конституции, с мусорной реформой, простого человека прежде всего интересуют его реальные условия жизни, и они очень сильно отличаются от сказок, которые рассказывают по телевизору. Мы говорим правду, и поэтому нас поддерживают. Объединение левых и патриотических сил – это прежде всего два направления. Увеличение количества сторонников и работа с общественными организациями. Оренбургский областной комитет выработал несколько принципов, благодаря которым нам удалось получить поддержку оренбуржцев и будем добиваться еще большей поддержки людей в будущем. Прежде всего, это работа с растущими протестными настроениями. Очаги протеста возникают в разных и порой неожиданных местах, поэтому очень важно становиться для людей, объединяющей силой в этом случае. Так, например, экологический протест, охвативший в нашей области Сакмарский, Ташлинский, Переволодский, Илевский, Первомайский, Новосергиевский и Бузулухский районы, возглавила КПРФ. Также в поле нашего зрения находится проблема здравоохранения. На всю страну прогремела история с незаконным увольнением фельдшера Домбаровской районной больницы Маширипова Бахтияр Жумабаевича. Совместно с Медицинским профсоюзом мы добились его восстановления на работе. В последнее время мы уделили особенное внимание агитации и сделали ставку на подачу информации в максимально понятной для людей форме, на противопоставление реальных ошибок власти и предложений КПРФ по решению особенно местных проблем. Необходимо отражать в своих действиях актуальную повестку и местную ситуацию. Так, например, в случае с нашими губернаторскими выборами в 2019 году, где от «Единой России» был выдвинут кандидат из Екатеринбурга, мы в своей агитации, областной комитет, сделал акцент на местном происхождении кандидата от КПРФ. Это в том числе и позволило получить почти четверть голосов. Второе направление – это работа с общественными организациями. Причем эффективно это делать на региональном уровне, потому что везде своя особенная специфика. Оренбургское отделение, конечно, очень тесно взаимодействует с Левым фронтом, ВЖС, Надежда России, Союзом советских офицеров, неформальными марксистскими кружками, экологическим движением области. Несмотря на уничтожение крупных предприятий и промышленных гигантов, особенно на востоке области, рабочий класс составляет сегодня большинство трудового народа. И работа в партии в его среде – это наша основная задача. Так совместно с рабочими и профсоюзной организацией ЮМС были организованы акции протеста в защиту прав рабочих завода. На Сорочинской птицефабрике «Родина» коммунисты провели активную работу по защите прав работников птицефабрики. Очень активно работаем с гражданскими активистами. Выдвинув активистов экологического протеста в Переволоске на выборах, мы получили депутатов райсовета. Очень активных. Также сотрудничаем с активом поискового движения «Оренспас» в Оренбургской области, который занимается поиском пропавших людей. Это движение объединяет более 10 тысяч волонтеров. Сотрудничаем с Оренбургским отделением Всероссийского общества охраны памятников. Вместе боремся за возвращение памятника Ленина в городе Оренбурге и сохранение исторической правды, так как попытки переписать историю не прекращаются. Так на днях, всем известно, в селе Красное Оренбургской области на территории церкви открыли памятник казаку Тимофею Сладкову, отряд которого вероломно уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с командиром Василием Чапаевым. Коммунисты и оренбургская общественность возмущены такой провокацией отдельных представителей казачества и церкви. Создание и расширение народно-патриотических левых сил имеют очень долгосрочные цели. Но все мы понимаем, что главным вопросом в решении наших общих задач является, безусловно, вопрос о власти. И только широкое народное движение, у которого главной целью является защита прав трудящихся и национальных интересов России, только оно способно решать этот вопрос. Спасибо. Спасибо.